Девушки отдыхают Сейчас говорю не о народе, я не обобщаю. Простые люди как раз готовы к переменам. Мы ждем их, хотим и требуем. Но вот наши власти совсем не спешат с изменениями. Вот в этом у нас все стабильно. Перемены или обходят нас стороной, или идут так медленно, что, боюсь, многие из нас не доживут до тех счастливых дней, когда все госорганы будут по-настоящему выбираться, а не назначаться. Итак, напомню, со следующих выборов, которые должны состояться в 26-м году, если, конечно, ничего не изменится, а то мы привыкли, что практически все выборы проходят у нас досрочно. Так вот, со следующих выборов народ сам сможет выбирать депутатов парламента. Сам. Но не спешите радоваться. Не всех и не сразу, а только небольшую часть. 30%. Остальные 70% депутатов будут, как и прежде, избираться по партийным спискам. Ну, хоть так, однозначно, лед тронулся, и грядут реальные изменения. Да, 30% депутатов, выбранных напрямую народом, это, конечно, немного. И было бы куда справедливее сделать наоборот. 70% от народа, а 30% по спискам партий. Ну, и на том, как говорится, спасибо. Замечу, что сейчас в Можлис, Нижнюю палату, проходят кандидаты только от партии. А в Сенат, Верхнюю палату, выбирают маслехаты. В общем, народ в этих выборах практически не участвует. Нет, конечно же, нас зовут на выборы, очередные или внеочередные, как там наверху решат, опять-таки без нас. Нас приглашают проголосовать за народных избранников, за тех, что мы в глаза не видим и не знаем. В бюллетенях стоят только названия партии, что были допущены к выборам. Ну, Ротан, ой, простите, нынешняя Аманат, коммунисты, ой, извините, сейчас они народная партия. Ах, жёлко, которая считает себя парламентской оппозицией, но ведь это всего лишь формальность. Так вот, мы голосуем только за партии и совсем не знаем тех людей, что становятся депутатами. Кто они, за что радеют, за кого болеют, чьи интересы представляют, какой жизненный путь прошли, чтобы стать депутатами. Мы их не знаем. Оттого мы не верим этим народным избранникам, которых народ не избирал. Вот почему сейчас чуть что люди сразу пишут петиции и письма президенту. Они обращаются сразу к президенту, а не к своим депутатам, потому что они их не знают и не верят им. Вот если сейчас выйти на улицу и спросить у прохожих, кого вы знаете из своих депутатов. Ну ладно, не из своих, мы их в лицо не видели. А вообще, кого из депутатов знаете, то большинство людей просто пожмут плечами. А ведь нам, как воздух, нужны яркие депутаты, чтобы неистово отстаивали наши интересы, спорили, ругались, жарко что-то обсуждали. Вон, посмотрите на депутатов в других странах. Там они права народа защищают с пеной у рта, даже дерутся иногда, любо-дорого смотреть. Там политическая жизнь кипит во всей ее красе. А что у нас? Где кипит и бурлит у наших депутатов? Они у нас словно не живые. Им скажут поднять руки, они поднимают, скажут нажать кнопку, они нажимают. Голосуют, как всегда, одинаково, так как надо, без возражений и воздержавшихся. Никаких жарких баталий, громких споров или шумных протестов против какого-либо закона в нашем парламенте я никогда не слышал и не видел. Там все делается по-тихому. В общем, сплошное политическое болото. В общем, очень надеюсь, что эти 30% депутатов, которые будут избираться народом, это начало больших изменений в нашей стране. Больших, важных и давно назревших. Народ готов к переменам. Дело только за вами, господа чиновники. Редактор субтитров А.Семкин